Всё, что он говорит, делает нас сильнее. Дима Билан. Если полностью подсобрать вообще эту картину целиком, если, возможно, небольшие совершенно неточности, то идея сама в себе реализация... Пикенька, да? Да, реализация, реализация, во-первых, параллельного вокала. В принципе, музыка, это, да, подходит, она, в принципе, это подразумевает. Констабливости просто чуть больше хотелось. И всё. А в остальном, конечно, вы бойцовские люди. И это ощущается, это чувствуется. Ты тигра, Рык. Спасибо же. Леонид, включите по паску нашей телепрограммки. Ух-х-х-х! Но у меня сейчас была реинкарнация. Я представил себе примерно какой-нибудь год 65-й, наверное, на школу, выступление школьника молодого Владимира Кузьмина. Такое... Такое... Очень поможет. И я думаю, ну... Нет, я думаю, не Кузьмин. Сейчас вот наверняка соло будет играть. Сейчас сюда это посмотрим. Нет, нормально. В общем, как соло все в порядке. Молодец. Молодец, хорошо. И своя фамилия Черноклинов очень звучная, очень роковая. Подходящая. А-а-а-а-а-а! Сейчас просто это... Это издержки вот этого проекта, когда мальчишек голос... Монстрик! Он начинает мясо, и все. Я догадываю, что это было, наверное, тончика на 3 повыше. Монстрик маленький. И сейчас он опускается вниз. И, конечно, с этим проблемам, потому что ты еще не знаешь, что с ним делать. Монстрик! Но зато выкрутили... А-а-а! Кстати, мы получали, что... По-люшней зол, девочки, которые выкручивали своими мощными голосами, выдавали. Получился позиционно все очень верно. Ну, какой ты тигра. Показывай, какой ты тигра. Так, и такой тигра. Ты такой тигра. Тигра. Ну? Тигра. Спасибо большое, бойцы. Это было сложно. Это очень серьезное произведение. Не побоюсь этого громкого слова. Это песня, это поэзия. Это первое исполнение очень талантливого певца нашего, учительного Валерия Кипелого, когда у нас есть такой то, на что равняться, грубо говоря, конечно же, сложно, хочется спеть так же, так же не получается. Тогда мы делаем по-своему. Тигра. По-своему. И действительно, вот если бы...